МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новин региону. Студия Павел Савицкий. Витаю вас. Глядитесь сегодня в выпуске. Справа чорных риэлторов. Самый громкий приговор года. Подробности с зала и суда глядите в выпуске. Парадок на земле, правила наведения, меры по подстримке. За реальными прикладами наши корреспонденты накировались в городский район. Скокнуть с моста. Чему могилючанин решил пойти на такий крок? Подробности про с нескольких хвилин. Выключенная мера покарания и максимальные термины позбавления воли. Такие присут вынесены фигурантом так званой справы чорных риэлторов. Наш корреспондент Наталья Ильиниш была на посаджении Могилевского областного суда. Двум членам преступной группы смяротные приговоры. Ясчэ двум по 22 и 24 годы позбавления воли. Могилевским областным судом сёння вынесен приговор так званым чорным риэлторам. На протягу некольких год яны заволодывали кваторами могилючан, а тых забивали. На лаве подсудных четверо. Яны хавают свои твары закапялюшими и масками. Их обвинувачивают у забойствах шастей человек из проби забойствы ясчэ троих. У залу посаджения заходят суддя. Далее сдымать процесс телевизионшекам забороняюць. Адвокаты подсудных сгадзилися на объявление резолюционной части присуда. Вердикт полностью супал с покаранием, якое попросили для подсудных прокуроры. Сторона обвинения согласна решениям суда о применении к организатору преступной группы и наиболее активному его участнику исключительной меры наказания смертной казни расстрел. Что касается в целом приговора, законность и обоснованность приговора будет изучена после поступления копии приговора в установленном порядке в прокуратуру. По слову правоохоуников, обвинуваченные оценивали житет человека у цану Кватыры. У середням гэта была сумма у 25 тысяч долларов. Обвиняемым был создан конвейер смерти, который существовал на протяжении нескольких лет с чёткой распределением функций и ролей каждого участника преступной группы. Я коротко скажу, что если по одним эпизодам было установлено, что обвиняемые занимались подготовкой, поиском очередных жертв, в это же время по другим эпизодам совершались уже циничные бесчеловечные действия. Як стало вядомо, подчас судовых поседжений обвинуваченные рыхтовали могилы еще до того, як были подписаны документы об продаже кватыр. Кажуть, у ладальника у майомости паили психотропами, а потом у стане непритомности подвозили на пагосты. Так у могилею пропал не один человек. Здесь было все спланировано. То есть убийства наших родных, это были пунктики, их сценарии. Поэтому все ожидаемо. Жалостью и презрение. В том нему, какие же у него могут быть чувства. Подчас суда вина кожного о злочинствах была доказана. Их признали виноватыми по некольких артикулах криминального кодексу. Действия, обвиняемые по отношению к жертвам, отличались исключительной бесчеловечностью и жестокостью. Суровость постановленного приговора обусловлена повышенной общественной опасностью содеянного, особой тяжестью наступивших последствий. В то же время при назначении наказания учитывались данные о личности, обвиняемые и смягчающие их ответственность обстоятельствам. Приховор суда, пока не уступил законную силу, у обвиняемых есть 10 дней, чтобы обскарбить его в высшестоящих инстанциях. Наталья Ильинич, Александр Тарасов, Новина региона. С пробой самогубства продухилили у Могилеве. Жихар областного центра пограждал скокнуть с моста Яшина, что на Пушкинском проспекте. До места здарения подъехали правоохонники, медики и воротовальники. А пошни разгорнули под мостом куб життя. Мужчина потребовал, как бы до него пришли журналисты, и им рассказал, что переживая стресс. Мовлял, что за два с половой годы он проиграл у автоматы 27 тысяч динаминованных рублев. Гэтым разом он отримал черговый заробок и думал отыграться, однако снова у всего проиграл. Теперь не бача выстя с этого життёвого становища. Урешті, подчас гутерки, с этим мужчином его пераканаля отмовится от такого надзвичайного учинку. 230 справ об банкрутстве субъекта у господара не знаходятся у вытворчасти экономичного суда Могилёвской в области, а лез гэтага становишься усёж ёсч шляхи выстя. Шерах предприемства у Могилёвской в области проходят процедуру санации и при этом працуют, а люди отрымливают заробок. На прыклату стады и ликвидации знаходяться школу-завод Ялизова. Разом с тым, вытворчастам працуя, продукция продаецца, и сё літа на нова открыли цех. Быховский консервово-городненосушильный завод за першые по угодзе повялічил объёмы и отправляя амаль половы продукции в замежжах. Могилёвский завод «Строммашина» теперь мая выходный проект с Беларуськалием контракты с краинами Средней Азии. И хотя ситуации на гэтых предприемствах при усіх зрухах далепшага оцениваюць, як доволі стрыманный аптэмізм, усёж справа ідзі, а у работнікав ёсць праца. Про гэта рассказал у интервью телерадоэкомпании Могилёв старшиня экономічных суда Могилёвской області Сергій Ковалёв. В настоящее время в производстве экономічного суда Могилёвской області находяться порядка 230 дел о банкротстве в отношении субъектов хозяйства нашей области. Из них с долей государства 46, в том числе санация проводится по семи предприятий. Что касается тенденций, то мы не склонны, поскольку анализируем регулярно этот вопрос, не склонны говорить всего лишь о том, что некая тут во главе угла экономическая составляющая. Далеко не всегда. Это могут быть и неправильные управленческие решения, или просто какие-то противоправные действия со стороны руководителей, главных бухгалтеров предприятия. Поэтому имеется определенная тенденция к увеличению, но на наш взгляд, это естественный процесс с развитием рыночной экономики. Интервью старшиня экономічного суда Могилёвской області Сергея Ковалёва глядіця у информацийно-аналитичной программе днями. На вести парадах на землі одна справа, другая умела яго подтримливать. Удельники областного штаба по доброго парадкову не обмерковали выники гэтэй работы на выязным посяджэнні у городским районі. Подрабязансті у Татьяны Сергейчак. Основная инфраструктура агрогородка Осянка городского района побудована у 70-80-е годы минулого 100-годзе. Як подкресліли на выязным посяджэнні, с рациональным подыходом до землі, дякуючи былому керавнику господарки, геройу социалистичной працы Ивану Мельнику. Теперві осколцы старанно подтримливають парадок. В Осянке очень интересный есть опыт. Два года назад мы здесь проводили районные дожинки. Было ярко выражено желание населения участвовать, самим участвовать в наведении порядка и обустройстве, что оно приобрело такой системный характер и распространилось сегодня из одного конкретно взятого двора на дворовые территории, где есть сегодня многоэтажная застройка. До наведения парадку треба подыходить не только с пункту гледження уборки сметця. У городском районе стараются асенсовано упрохожить все в окол. Так на место второй плитки, на будинку дитячих осадка, теперь малюнок от выкладчика у школы мастацтву. А у школьным дворы з'явился корабель. Успели поставить его к последнему звонку. И праздник начинался с корабля. И весь сценарий последнего звонка, скажем так, был связан с кораблем. ГТ-композиции так само зарабили жильцы. Мы здесь родились, здесь наши детки. И поэтому все мы так активно пытаемся все это поддерживать. Мы видели у нас такой идеальный порядок. Ну, может быть, с уверенностью скажу, что пока, наверное, реально говоришь, что он такой вот везде. Ну, а скажу, что активность гораздо возросла. И сегодня, наверное, сказать, даже трудно. Где район, где, ну, наверное, очень уже плохо или ничего не делается. Уже, наверное, таких районов у нас не осталось. Удельники посяжения отзначили. Унайденье парадку повинны быть затекавлены усе структуры. Тогда и выник будет видовочный. Татьяна Сергеичек, Виталь Аляксеенко. Новины региона. Готовые денежить у любой надзвышайной ситуации. У Могилёвы пройшли областные споборництвы, добрах водных пожарных и санитарных дружин. И коли громадянские воротовальники демонстровали свои умения у двух дисциплинах, то санитарки аж у шасти за тем, что робили. Удельники и надзирали наши корреспонденты. Раз. Два. Подожди, подожди. Три. Подняли. Это зараз усмешки. Будь человек на носилках, только выконывая роль потерпелого. Але такое може здараться и у реальным житти. Когда есть человек, который окажет первую медицинскую помощь, это очень хорошо и надёжно. А вдруг пригодится в случае какой-нибудь аварии ЧАЭС, мы сможем оказать медицинскую помощь. Может потребиться не только первая медицинская допомога. Тому с поборництвы продуглеживают разные ситуации. На приклад, мужчины смагались у двух дисциплинах. Одна из них – это пожарная эстафета, вторая 100-метровая полоса с препятствиями, где добровольные пожарные дружины отрабатывают элементы тушения пожара. Жанчинам треба было пройти шесть этапов. От теоретичных ведов по основах життедзейности до дзейности в умовах химичного забрудживания территории. Справились и все. А это команды из всех городов и районов в области. Но на то и они из поборництвы, как вызначить переможцу. Сирот пожарных дружин им стала команда Бабрыска Грамаша. Сирот санитарных перемогла дружина Чавовского филиала Холдинга Бабушкина Крынка. Яны представить Могилёшчину на республиканских споборництвах доброохвотных пожарных и санитарных дружин. Ганна Лапосер, Гекар Пяко, Александр Артемию, Новина Региона. Вучиться размовлять чуть один одного и говорить комплименты. У Центра детячей творчести ВРС прошел мастер-класс коммуникативные навыки зносинов. На сустречу запросили детей из проблемных семья. У Центра детячей творчести Эверест цекавый заняток для школьников и подчас летних каникул. Гэтым разом запросили на сустречу детей из неблагонадейных семьев. Спочатку пропоновали для их познавальное мероприемство. Очень много было интересного нам показывали сегодня всякие средневековые оружия, которые сегодня используются как для самообороны, так и для всего. Было очень много интересного. Протягнулась с устреча за чаем. Дети из таких проблемных семья не особливо говорливые. Али атмосфера подчас мастер-класса по коммуникативных навыках склалася доброзачливая. И по словах директора Центра Валентины Смычковой, это допомогло раскрыться хлопцам и девчатам. И сегодня я просто получила огромное удовольствие увидеть этих детей. И практически каждый из них нашел в себе и силы, и мужество проговорить о себе хорошее. На самом деле это очень непросто. Узнали друг друга поближе. Было очень интересно узнать про некоторых людей поближе. Ну и в дальнейшем уже знать, на каких людей можно будет положиться и на каких, но не стоит положиться. Конечно, полезно. Чтобы в будущем, ну, если что, понимать, плохой человек или хороший. Навучиться, разуметь, самого себе, разбираться у инших людях. Вельми важно, як дорослым, так и детям, каже Валентина Смычкова. И да дае, на занятках у Центра Эверест гэтаму завсёды надают шмат уваги. И на пердешэ шмат задумок и майстер-классау. Снежана Крыжевич, Алина Милюшанкова, Миколай Соболев. Новины региона. Первый водный экологичный тур запустили у Могилёвской области. Ауторы незвычайной для нашего региона туристичной пропановы, экосистемы туризма и улады Славгородского района. Миновита на этой территории будут проходить водные походы. Тур различный на два дня с надлёгом у палаточным лагеря. Стартуя первый водный экологичный тур на раце Проня, отвёзки у Луки Славгородского района. Агульная протяглость маршрута 30 км, большая из которых удельники группы пройдут по воде. Протым, специальные подрыхтовки от удельников не потребуются. Организаторы заповнивают, что сплавы максимально безопасные. На протягу тура его удельники смогут познайомиться с разными видами птушек, которые населяют пойму раки Проня. Гиды так само проведут экскурсии по пойменных дубравах. Агульная мета такого экотура заховать природные ресурсы Могилёвщины и притягнуть сюда туристов. Эстрадное шоу Золотого аккордеона у Чавусах. Лауреат Специального фонда Республики Беларусь и переможца Высшей Лиги Мирового аккордеона Игорь Квашевич в субботу, 22 липня, завитая в районный центр. Нагадаем, этот масштабный музычный проект, который стартовал в месяц 2016 года, завершится селета в листопаде. Знакомитый аккордеонист Беларуси Игорь Квашевич проводит доброченные майстер-классы для выхованцев музычных школ и астрадные концерты по всей Беларуси. 22 липня у 13.00 аккордеон загучить у Ростянским доме-интернате для застарелых. А у 15.30 Игорь Квашевич проведет майстер-класс для наученцев Чавусской детяжкой школы мастатства. На 18.00 запланованный галоконцерт на городском стадионе. Нагадаем, выником Беларусь-тура станет цикл концертов у областных городах и финальный галоконцерт у Минску. Есть еще больше интересных новин про Могилевщину на нашем сайте tvrmogilio.by Я с вами развитвуюся. Дякую вам за увагу и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok